И тебе приветик Приветик, ксо Толя, мистер Нет, 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 я не токсичный Сейчас я подъеду поближе к микрофончику Приветики и приветики Как вам мой новый микрофончик? Привет, привет О божечки, подписчик новый Ой, ой, ой Боже, диджейки Сак подписался Как приятненько Просто Это тебе, мои сладенькие Спасибо, диджейки Так приятненько Тебе приятненько? Ой, ты мой сладенький Да, пошли после стрима Привет, дамы и господа, мы сэры и сэрихи Привет вам от твича, привет от чатика Всем здрасте Так вот, что мы сейчас сделаем Мы сделаем, как я и давно обещал Вы ставили лайки Огромное спасибо тем, кто ставит большие пальцы вверх И поддержит комментарием Да, ваша лучшая поддержка Это онлайн на стриме И пальцы ваши вверх И комментарии под любым видео Вот Огромное спасибо тем, кто для себя уже Ну, некую привычку взял Вот ты смотришь любое видео на ютуб канале Оставь любой комментарий Точку поставь Плюсик поставь Я не знаю Напиши привет в комментарии Напиши, что у тебя хорошего произошло Поздравь Сестру, маму, папу С днем рождения в комментарии Все, что угодно Больше написать в комментарии И поставь большой палец вверх Если видео понравилось Либо палец вниз, если видео не понравилось Ну, тогда напиши, что не понравилось Огромное спасибо тем, кто оценивает видео Сегодня поговорим мы о всех дублях этой игры В конце я рассмотрю тех, кто еще отдельно Еще там из этих первачей Так что до конца видео досматривайте Чтобы как бы никого не пропустить Итак, начнем мы, как обычно, с огня Там, воду Ну, и все это будем рассматривать В конце еще отдельных монстров Дополнительно рассмотрю Еще раз Инфа лично моя Две пометки я сейчас выдам Первая Первая Информация лично моя Мое видение Я не говорю, что Это инфа, которую я сейчас выдам Должна быть вот прям вот первой На полочке В инстанции Как правило Как, я не знаю Занести себе в рамочку И просто как иконку молиться Это мое личное мнение Если вы не согласны с ним Можете написать комментарий Либо просто делать так Как вам больше видится И второе Самое главное Я напоминаю Что дубли На данный момент Вот вам выпала Вторая Ванесса Вы ее можете потратить На блеску Сделать себе блеску И когда вы будете призывать первача Вам дадут не одного первача А два на выбор Поэтому Если вы считаете Что дубли Не нужно скармливать Друг другу на скиллы А нужно только Тратить на блеску Это ваше мнение Я не говорю, что вы не правы Я в принципе Ну, 50 на 50 И так сойдет И так сойдет Может вам все-таки важнее Скиллы проточить Имею ввиду, что Информация будет актуальна Где вы будете юзать Два или три подобных монстра А кинете вы его на склад Проточите вы им скилл Вашей первой Ванессе К примеру Или отдадите вы его на блеску Это уже решайте вы Я думаю договорились И так поехали Валькирия Она же Ванесса По скиллам особо проходиться не буду Только по юзабельности Скиллы можете и сами посмотреть Либо отдельные гайды По Ванессе Две Ванессы Где вам понадобится? Наверное нигде Идеально Ванессу одеть Это максимально жирный Так еще и одеть крит урон Но это для топов Которые могут себе позволить Отдать ей топовые руны Она заходит в основном на арену На онлайн арену И на обычную То есть в защите стоит В раштайм В атаке кто-то использует Как лидерку Ну и на онлайн арене Она почти всегда в пике Почти Лидерка хорошая Воскрешение Там баф на атаку После воскрешения Раскол у нее есть Урон неплохой Если еще и крит урон поставите Две камилы Я считаю вам Может понадобиться Потому что мое мнение Что есть такой Топовый деф По типу Две камилы И два хальпаса Это личи Светлые Или один хальпас И к примеру Добавить туда еще Арха воды Или Добавить одну камилу Два хальпаса Арха воды Или там праху Какую-то Короче сделать максимально Жирный деф Который невозможно Пробить за одну минуту А если ты не бьешь Деф в раштайм Меньше чем за одну минуту То на НК нет смысла Нападать на такой деф Потому что ты время потеряешь Такой деф пробивается Но очень долго Против панды ветра Я видел берут камилу Так чисто потанковать Но она мне в данный момент Ничем не нравится Она мне есть Одетая Раскачанная Ну и валяется Иногда Выкатую ее на ГВ Поэтому 2-3 штуки Возможно ему понадобится Ветреная Валька Ну я думаю Те кто видели РТА Что с нее сделали Сделали ей там Плюс 150 скорости И через нее РТА Потому что стандартная Валька Имеет 20-30 скорости В плюсе Никто не ожидает Увидеть у нее больше сотки И что через нее Будет РТАшить Но это уже Для извращенцев инфа Явно не для новичков Где на данный момент Нужна хотя бы Одна валька Ответ простой Нигде блять Нигде Даже тот гайд Который вы видите На Гидру Как вы поймете Вальку ветра На Гидре уже не юзают Как минимум Наверное месяца 3 Вальку на Гидре Юзают только те Кто живут В 2018 году Или 2017 То есть я уже 4 пачки поменял Со времен Гидры Быстрой Первая пачка Была через Школьника Через двух школьников Плюс через Хлою и Пирата Через одного Амсета имеется ввиду Вот вторая пачка Была через Кьюка Б То есть добавляют Туда этого Квубеса Нурха В общем Водяного петуха Это вторая пачка Была Третья пачка Была БС Тима Которые ходили Долгое время Через двух Воскрешателей С одним школьником И уже убрали Оттуда вальку Сейчас есть четвертая пачка Которая через Джейсона Этого строится Которая воскрешает И ускоряет команду В этом и есть смысл Он единственный Кто так делает И она ни туда Ни туда не заходит Поэтому в данный момент Она не заходит Абсолютно Ровным счетом Никуда Разве что вы ее Используете на ГВ Ну как игрушку А так где она еще нужна Да нигде Раньше через нее Хотя бы бил Водяного босса А сейчас его переделали И все И она и там не нужна Печалька короче Поэтому не знаю Дело ваше Но я бы и одну не делал бы Это мое личное мнение Две уж вам подавно Не понадобится Акрома Сразу будем и ЛД рассматривать Но я не знаю Короче давайте Зачем тратить время на ЛД Ну вы ждете Что я скажу Ой одну акрому оставьте А вторую скормите Или потратьте ее на блеску Нет Если вам выпадет Два ЛД первача Вы оба первача Скорее всего будете Когда-то ее взять Либо второго Как меню кинете на склад Просто я не знаю Есть ли идиоты Которые скармливали Второго ЛД первача Первому Или на блеску Какой бы этот первач не был Но мне кажется Такого не было Ну а если так То вы наверное Жесткий донатор И вряд ли вы смотрите Мои видео эти Поэтому давайте коротко Какой смысл Оговаривать о ЛД первачах Коротко Оставляйте всех на складе Зайрос Можно одеть Пять Зайросов Можно одеть Одного в Свиф Другого в Деспайрон Третьего в Рейдж Четвертого в Солянку Пятого в Виолент И во всех Зайросах Будет смысл Максимально быстрым Третьего максимально быстрым Но саппорт вариант Под башню Четвертого там Просто потому что Вам делать не хрен А пятого потому что Вам нужно 5 драконов И высраная Дейнерис Таргариан Буря рожденная Которая высранная Какими-то богами Не обязательно Обходиться лишь одним Насчет Вирадов Вирад Подобная ситуация Только Вирадов Мне кажется Максимум нужно 2 На аккаунте Первый Это саппорт вариант Под башню Под лабиринт Под тяжелые Какие-то Сегменты игры Которых нужен Хороший контроль Быстрый и жирный И у меня 2 Вирад Раскачан тоже На фулл скил Его я использую Как ДД То есть он у меня Используется в пачке В раштайм даже Я его использую С Тианой С этой с бетти То есть у меня Получается 3 ДД Тиана ускоряет 3 ДД Плюс Вирад Сливает атак бар И наносит большой урон Зефир Нужно ли вам 2 дракона? Возможно Если вы 2 Рассматриваете под РТА Первый дракон Всегда будет у вас Самый медленный Ходить последним И понятно Даже под РТА Если вы будете Одевать второго дракона Он тоже у вас Будет ходить Скорее всего Самым последним Дабы все равно Откатить Только разница большая К примеру У моего зефира 30 скорости А у вашего зефира На РТА Скорее всего Будет плюс 130 скорости Потому что у всех Остальных монстров У вас там 140 150 180 200 Понимаете да? Чтобы он ходил Последним четко Тут уже дело ваше Следовательно Во втором зефире Тоже есть смысл Ну или там Может вы еще куда-то Его придумаете Сейчас Благо в лабиринте Даже если твой Один зефир умер В бою Или ты его завязал Ты можешь его опять Брать и опять И опять Я видел как Некоторые люди Проходят через зефира У него два зефира И он Два этапа каких-то Проходит через этого дракошу Так как он откатывает Скиллы И снимает дебафы Почему бы и нет Да Сейчас он как бы И не нужен Видимо кинет его на склад Нужно ли вам Две перны В принципе да Даже в дефы Иногда придумывают Интересные дефы На арену Ставят две перны Одну перну Берут специально Жирную К примеру на РТА Делают и там Плюс 25-30 тысяч хп Но атаки не особо много А вторую Наоборот перну Делают максимально Жир Ой максимально Дамажной Там чуть бы не 2000 атаки 200 кд Чтоб выщелкивать Какие-то цели К примеру перна Дала свой второй скил И Монлонг добил Или наоборот Монлонг дал ульту А потом перна добила Или к примеру Вы юзаете там Через геймини Какого-то бастет В общем выкинули раскол И сразу же ваншотнули Тут есть несколько вариантов Поэтому и зайти как хотите Билдаш Один и тот же В плане руны Это естественно Так насчет сигмаруса Ну Можете сделать 20 сигмарусов Можете сделать 60 сигмарусов Чисто под мирового босса Но наверное вам это делать не надо Поэтому максимум 1 сигма И то если у вас замена есть Как новичку Променять сигму можно На варвара воды Если у вас уже проточено много скиллов Тогда варвар воды Полностью заменит вам сигму Но сигма заходит и на гиганта В данный момент Пересмотрите видео У меня на главной странице Закрепленная вот Вот эта вот информация Можете пересмотреть ее Да вот сразу вам покажу Что была инфа актуальна Вот у меня страница Ютуба загрузилась Вот Пересмотрите вот это видео Здесь есть вся информация По сигмарусу По пачкам на гиганта Дракона Максимально актуальная инфа Вот видите я его даже закрепил Старый гайд я убрал Отсюда закрепил новый Надеюсь люди его смотрят Поэтому вам сигмарус заменится Либо на хорошо проточенного варвара Но лучше добавить и варвара И сигму А еще лучше добавить варвара Плюс макаку воды Которая заменит сигму Или таора Который заменит сигму Все Никто другой не заменяет сигму Следующий Тэшар Вам я один не особо будет нужен Бесполезнейший персонаж в игре Которого можно заменить Банально тупым люшеном То есть я эту курицу Не хочу видеть в своем запаке Если он мне выпадет Если у меня будут лишние девалманы Мне не впадло будет накрафтить сигмарусов То да я его раскачаю Честно Один как игрушка Не более Но ракан на самом деле интересный Он веселый Да Особенно когда он у вас прокает Хе-хе-хе Конечно он веселый А когда он у вас не прокает Он не веселый Да Как варвар Тьмы Так вот Он Ну как Я не могу сказать что он неплох в защите Он говно в защите Он очень легко контрится Он очень предсказуемый Особенно если вы одели вампирик А его одевают вампирик 9-10 человек Потому что зачастую У вас валяется подобный вампирик Который зайдет на ракана И вы не знаете кому его поставить Ну кому в шестой слот Вы еще поставите хп Можно конечно многим поставить Можно и монлонгу поставить Но без шанса крита Зачем тут шанс крита Вы можете поставить конечно И лайки Как у меня стоит И возможно даже гары Если вы там какой-то извращенец Но зачастую Такая руна зайдет только ракану И весь такой комплект Подобный Следовательно Ракан часто одевается в виолент Ой вампирик И очень легко контрится Все берешь Ветреного танка какого-то Либо снимаешь баф И с него Он превращается в какашку А вот в виоленте Он превращается в более Непредсказуемого монстра Мне кажется Знаете что Как бафнуть ракана Инфа от аракиса Слушай мой сладенький Так вот запоминай Третий скилл ракана Мне кажется Надо бафнуть так Что когда он юзает Третий скилл У него Перед юзабельностью Третьего скилла У него появляется Зеленая стрелочка Как вам? А? Чатик Хотели б чтоб так бафнули? Вот это я понимаю Топовый баф ракана И тогда Ракан Зайдет в защиту Кто не понял Это как у демона огня Как у Теомарса Чтоб он третий скилл Мог заюзать На кого он захочет Захотел на часунку Захотел на вашего Теомарса Захотел на вашего Не знаю там Гумункула Какого-то огненного На кого захотел Чтоб этот персонаж Превратился в дважды Непредсказуемого персонажа В трижды Первое А вдруг он виоленте Второе А вдруг прокнет После того Как ты его ударил Его опять же пассивка И третье Непонятно в кого он вмажет Сечете? Вот он мозг Кумтуасы делайте И я даже не скажу о том Что я это спойлерил Так что давайте Кумтуасы Вот вам топовая тема Как бафнуть Тракана Он как бы и сейчас Неплох Но не назвать его кормом Но тот ап Который я предложил Это божественно Божественно И это не сделает его имбой Это просто сделает его лучше На несколько уровней Я надеюсь вы не против Что я рассказываю еще и помимо того Но я же не буду говорить Таор Вам два не нужно Лагмарон Вам два не нужно И вот так Но это же не интересно будет Правильно? Поэтому еще и дополняю По Таору Два Таора Нужно вам будет где-то или нет? Я видел Те у кого в данный момент Есть два Таора Это те Кто еще давно ходил Через двух-трех Таоров На десятого Дракона Да есть такие извращенцы Ну то есть почему бы и нет Я бы тоже раскачал бы два Таора Вместо двух Тарков Как ни крути Таор все-таки посильнее будет Но в данный момент Второй Таор Где вам будет нужен? Да нигде наверное Ну это серьезно Ну вообще нигде Даже в двух Лагмаронах Больше смысла Хотя бы нормал башню Будете проходить веселее Две массовки Плюс контролем Даже самые высокие этажи Можно проходить на авто Можно и Люшена взять Но Люшена не станет А с коробки застанет Это праздник великий Также и два Лагмарона Вам тоже не особо будет нужно Но может быть Вы на арену За эти два Таора Или два Лагмарона Может быть Я не знаю Может на Гавайна захвате Вы часто ими пользуетесь Поэтому у вас два одета Я видел одну Джуну одетую Максимально саппортящей Стандартный вариант Фулл ХП Там скорость Все дела А видел Джуну через крит урон И большой шанс крита На РТА Что реально непредсказуемо Джуну в начале Никто не фокусит Но максимум сольют Атак бар И все То есть Тесарен не всегда Выкатывается против Джуны Ее игнорят Но когда ты начинаешь Замечать что Джуна С ковбойшей Какой-то или другим расколом Начинает с первого скилла Наваливать по тысяч пять Шесть И ты понимаешь Так подожди С каждой атаки Здесь что-то не то И саппорт отъезжает Буквально с двух атак Так она себе еще Пополняет фактически Сразу 50% атак бар Ты начинаешь Задуматься что здесь Что-то не то Поэтому да на РТА Действительно часто Можно встретить Но опять же Это инфа для новичков Нет в ПВЕ К сожалению нигде не нужна Как ее апнуть Ума не приложу Нахер она нужна Две прахи вам нужно будет Нет никогда Вы и одну праху Особо часто юзать не будете Если выбирать праха и Джуна Как по мне Шутогом на шутогом Но только вот Праха чаще юзается в защите Почему? Потому что она может И бафы снять И отхилить команду А Джуна может просто Вообще не походить Хотя и праха может не походить Но я прахе больше доверяю Может из-за того Что у нее даже лидерка полезнее Можно иметь Три Сиары Первый вариант Классика Виолент и Монка Под все случаи жизни С приоритетом на атаку То есть вы Типа наносите урон Второй вариант Более РТАшный Стандартный Это более жирная Сиара Вот И третий вариант Это Сиара Скажем так Максимально жирная Но при этом Еще и с соткой Шансом крита Можно еще взять Четвертый вариант Это типа Сиара Вместе с бафом на атаку От пирата И с расколом И Сиара тогда с ульты своей Вносит 25-30 тысяч урона Дополнительно Помимо урона С бомбы Которую она накидывает Ее специально одевают Либо в дамажный Виолент Либо в очень сильный Рейдж Из третьего скилла Она с массовки Выносит Очень неплохо Рика Две Рики Вам нужны будут Или нет На нормале Мне кажется И без Рики Можно проходить Ну тот кто уже Его пролетает Люшенами там Или еще чем то На харде Вы два монстра Одинаковых не поставите Где вам нужна будет Вторая Рика И в другом билде Да нигде Если вы не видите Свою Рику В Деспайре Оденьте ее в Виолент Вы ее не видите В ПВЕ контенте Только в ПВП Ну оденьте ее Максимально жирной Там Быстрой Резистной Точной В Деспайре Либо Виоленте Где понадобится Вторая Рика В другом билде Я не представляю Я не вижу смысла Держать одну Рику В Виоленте Другую В Деспайре Якобы под разные ситуации Бред Две Аннабель Вам и одна Аннабель Не особо понадобится Где в данный момент Люди Высокого рейтинга И за это Аннабель Нигде Ни на Гидре Ни на Чудовищах Ни на ГВ Ни на Захвате Ни на РТА Ни на Арене Ни на Гиганте Ни на Драконе Ни на Некроманте Ни на Чудовищах Нигде Полнейший говно персонаж Почему Не актуальность скиллов Нету бафа на атаку Есть якобы раскол Раскол она кидает 100% Да хрен там плавал Выхиливает она много Да если сделаешь много атаки Но что ты потеряешь Правильно Скорее всего защиту и хп Может баф на атаку На один ход И раскол На три хода Может это ее как-то апнет Вот почему бы нет Ты юзаешь третий скилл И бафаешь всю команду На один ход На баф атаки И тут же со второго скилла Выхиливаешь Очень-очень сильно Потому что хилит она От атаки Вот уже баф неплохой Да Добрый вечер Шарлотта Точно такая же информация Как и про Рику Ничего нового Даже скиллы подобные Ну то есть Что там вторая не нужна Скорее всего будет Что тут Одной лайки У меня их уже 4 или 5 штук Одной лайки С головой будет Достаточно вам Ну типа И так перебор будет И одну лайку вам не желаю Не самый сильный персонаж В этой игре на данный момент Ну как-то не особо лайка заходит Да это гвшный персонаж На захват я использую часто Не нужен вообще нигде чоу Полнейшее говно То как сделали его пассивку В данный момент Как ее типа апнули Это бесполезнейшее говно Поясняю С третьего скилла После того как он сделал ход Он снимает себе Один рандомный дебаф Стан он себя конечно не снимет Может снять раскол Там может снять замедление Крест на него не накинуть Поэтому его и снимать не нужно Вы поняли Теперь представьте Вы на чоу кинули раскол На атаку от какой-то хатхор Гланс от какого-то ганимеда И чоу ходит Он ходит под расколом И под глансом А после того как он сходил Он снимает себя Или раскол Или гланс Кумтуасы классный ап Небалансный ап чоу Кумтуасы я вам поясню Вообще не будет ничего имбалансного Если вы ему сделаете так В начале своего хода Он снимает Два дебафа Даже Стан Вот тогда Мы его увидим Везде И он зайдет В мету Кумтуасы Хотя бы один дебаф Он снимает Но любой И даже стан Пожалуйста Кумтуасы Сделайте это Говно юзабельным У меня два этих Шлака Раскачанных И сейчас нигде не юзаются Лежат на складе Потому что это действительно Говно персонаж Еще хуже чем вот это Это хотя бы с контратаки Может навалять Два Три левого Вам нужно будет Да для разных ситуаций Для РТА Для арены Один левого Одевается стандарта С минимальным количеством скорости Нет смысла ему делать много скорости Ну и заходит под всякие там РТАшки Арены и прочее На ГВ Кто-то использует на захвате Кто-то юзает Второй Третий Лево уже одевается по-разному Зависит от вашей пачки Кто-то одевает Одного левого в Виолент А другого в Вампирик И по-разному выкатывает Что здесь можно сказать Максимум Наверное Одна макака И тоже Очень ситуативный персонаж Против контроля Встречаются часто паки Всякие На ГВ На захвате Всяких Вирадов ставит И прочие помои Которые контролят Замораживают Слипают И прочее делают Вот Эта обезьянка Туда неплохо закатит Раньше юзалась еще на Гидре Сейчас уже пачка не актуальна Станет с ним уже Как бы старая тема Старая мета Юзается на РТА Часто выкатывается Когда прям против тебя взяли И Океаноса Который неплохо Так пассивку настакает ему Да И рис какой-то взяли Против тебя Не знаю Вирада какого-то Но Вирада Мэйхуванг Не всегда контрит Потому что Вирад сливает Атакбар Это неприятно Против какой-то Хатхор Когда берут То есть он может навалять Два варианта билдажа Первый Стандартный ДДшный Это под дракона Кто-то использует его В лабиринте Против боссов Да и просто на волнах А кто-то И взяет на РТА То есть вариант простой Это стандартный ДДшный Что-то типа Люшена Ну и при этом Скорости немного Хотя бы дупами Ему тем более Способствует его база И вариант второй РТАшный Это максимум ХП Скорости Защиты Ну и там немного точности Два не надо Даже одного не надо Кумтуасы Не надо Вот этот у меня есть Спасибо Этот у меня есть Этот не надо Велоджуэль Можно два одеть Можно даже три одеть Первый вариант Максимально быстрый свифт Ходит первый Заливает вашу команду Актуально везде На ГВ на захвате На арене на РТА Вариант второй Стандартный Это Виолент Типа на все случаи жизни Плюс имунка Вариант третий Это ДД Велоджуэль Имунка Но при этом Еще и хороший демэдж дилер Вот вы берете Панду ветра Но не уверены Что хватит урона Но у вас есть Восемнадцатый Велоджуэль Которую вы одели Еще и через крит урон И защиты сделали много И он действительно Со второго скилла Будет карать Я вам скажу так Более Если вы возьмете с ним Панду ветра Поставите лидером Она кинет раскол Вам даст кто-то баф Что-то типа Эммы Рендика Не важно Просто баф на защиту Вам дадут Ваш Велоджуэль Со второго скилла В нормальных уронах Мажет больше сорок Да и с первого скилла Он будет наваливать По пятнашке Как минимум 2-3 ариэля Ну не знаю Разве что На арену В раштайме Я видел 2 ариэля В дефе Но как по мне Это наркомания Мне кажется Одного более чем достаточно Так как ты его Юзать почти нигде Не будешь В высоком рейтинге Новичку Да может зайти в башню Так как все-таки Часто будет полезнее Чем белка Особенно если у тебя Есть пати раскол К примеру У тебя есть змеи тьмы Зачем тебе ставить Еще белку Элодриэль Нужно ли вам 2 Мне кажется Вам и один Не особо понадобится Ну одного Юзают Везде Стандартный Виолент Иммунитет Либо немезис Кумар 2 кумара Вам не понадобится Один очень хорошо Заходит как в атаку Так и в защиту ГВ захват Почему бы и нет Снимает баф Из первого скилла Кидает саленс Третьего скилла Что не даст возможности Получать какие-то Не то чтобы получать Какие-то бафы А юзать какие-то скиллы Вашему врагу Вполне То есть я уверен Что многие люди Даже смотрящие сейчас Этот стрим Они пользуются кумаром И он их вполне удовлетворяет Конечно не пвешный Персонаж Далеко не пвешный Но в пвп он Неплох 2 можно одеть Одного одеть в Виолент Другого в Деспайер Почему бы и нет Ну или просто с одним Определиться Либо Виолент Либо Деспайер Где у вас лучше статы То и оденьте 2 ретеша Не не надо 1 максимум Стандартный Виолент Все более чем достаточно Мне кажется С головой хватит Так раки 2 раки Одну можно на РТА Присобачить более быструю Другую для всех случаев жизни В любом случае Делается сотка шанса крита Максимум крит урона Атаки скорости 2 бетти Нет Мне кажется нет Одну Вы все равно будете стремиться К максимально топовой бетти А это Виолент 130 140 Виолент Сильнейшие статы По атаке И по крит урону И тогда она будет Ебенить как сатана Третий скилл дает Дает второй скилл Минус вся волна Минус вся пати Выносит все и вся Тем более вражтайм Юзаю в двух рубинах Когда воюю Она у меня постоянно В атаке используется Но где я не могу Залюшинить Я использую бетти Этна Нужно ли вам 2 Одну можно одеть Как ДД А почему бы и нет Я даже советую 2 этны Стандартная этна Это саппорт контроль этна Максимум хп Скорость и шанса крита А второй Это как ДД одевается Ну то есть По типу вот этой раки Вынести какого-то Теомарса Слить очень много КП какому-то Монлонгу Ну против Короче на все случаи Жизни заходит Если у меня появится Какая четвертая этна То может я ее раскачаю Чисто против Теомарса Чтоб дал раскол И просто с третьего скилла Этим захватом вынес Чхиву Один максимум и все Либо свифт Либо деспайер Пвпшный персонаж Не более Так вуса И 3 И 4 И 10 Можете делать вуз Чем больше тем лучше У меня 2 вуса И я не откажусь от третьего Вот сразу скажу И всех вуз Я рекомендую одевать Свифт Если у вас конечно нету Виолента 30 кхп И 160 скорости Минимум А лучше 180 Туда можно одеть вуз Виолент Функпэк И одного не надо Спасибо Вон говно Бренди Нужно ли вам 2 штуки Нет Потому что одна одевается Под все случаи жизни Я конечно видел вариант Полу саппорт Под арену Раштайм Но это 2017 год Это уже инфа неактуальна Поэтому этот рожок Этот пломбирчик Можно одеть стандартно То есть максимально домашную И все И везде где она закатывает Гидры там чудовище И прочее Видел как через двух алисий Чувак американец Когда тарашил на арене Это до сих пор актуально Смотрите В чем прикол Алисия дает огромную лидерку Вы берете 2 алисии Вы берете пирата И вы берете Тиану Тиане Делаете 100 скоростей Символичных 100 скоростей И делаете Может одеть ее хп Крид дамага хп И сотку скорости Свифтом там Зарядить каким-то А еще лучше одеть 2 шелда Плюс иммунитет Дальше Алисию одеваете В 2 шелда Плюс иммунитет Вторую алисию Не поверите 2 шелда Иммунитет И пирата одеваете Не поверите 2 шелда Иммунитет У вас на пати 8 комплектов шелда И у каждого Паймонки Бой начинается Вас в начале Как бы трахают Немножко Вам это Ну не особо нравится Но никого не убивают Потому что у вас Доебение матери Хп У вас много шелдов И все дела Вы не особо быстрые Вы не паритесь Вы никого обгонять Не собираетесь Правильно Вы нападаете фактически На любой деф После этого Как враг успокоился Походил по 18 тысяч раз Доминант Такой скоростной Да Ваша Тиана Снимает все говно Которое на вас Возможно закинули Пират кидает раскол Если у нее не месячные И две алисии Будьте уверены Вынесут все И вся В этой игре Даже одной Зачастую будет хватать Одну можно одеть Вот как я сказал Не особо быстрой Да А вторую Максимально быстрой Чтоб она ходила первая И наоборот Вы доминировали То есть она ходит первая Снимает иммунки с врага Вы закидываете каку Убиваете Но вы когда-то дорастете До одного варианта Тессариона Который вас будет удовлетворять Полностью То есть такой Гибрид Тессарион Как я его называю Это 1015 хп Это 1200 атаки Это 400-500 брони Это минимум Сотни скорости 85 на 150 Виолетный иммун Контратака Фокус Шилд Все что угодно И точности под 40-50 Вот такому Тессариону Будете стремиться 2 Томарса Не, не надо 2 Акмамера Вам и один Акмамер Не нужен Так как он Не особо актуальный персонаж 2 Океаноса Можно Одного вы одеваете Виолетный Скажем так Для всех случаев жизни Наверное Может вы им пользуетесь На ГВ на захвате Он вам очень нравится А второго Свифт Ну кто-то скажет Толян Можно одеть одного Свифт Плюс 200 И его хватит везде Тоже соглашусь Тоже можно 2 иметь Посейдона Одного Виолетный Такой более Саппортящий Знаете Или Деспайр Или Виолетный Тут уже Даже можно Тогда 4 иметь Посейдона Первый вариант Это Саппортящий Либо Виолетный Либо Деспайр Что там Что там Есть плюсы То есть Обычный Саппортящий Под башню Виолетный По типу Боретто одевается Вариант второй То есть третий Это ДДшный Тоже Виолетный Либо четвертый Деспайр Но вы его уже одеваете Максимальный Крит урон Шанс крита Точности делайте Немного И скорости много делаете Во-первых Он бьет от своей скорости С третьего скила Это очень важно И при этом Он с третьего скила Всегда бил очень больно А теперь еще и бьет От скорости Сделайте ему 120 скорости Сделайте ему Крит урона много И шваркните Под пиратом В раскол С третьего скила На арене Вы удивитесь Как он вынесет Фактически всю волну То есть он Тридцатку Минимум внесет Еще и сольет Атакбар Еще и кинет Замедление Это как Вират Только Посейдун Единственное что Он не сделает Виоленте Это не застанет Ну не заморозит Ничего не сделает Это понятное дело Но при этом Вы можете прокнуть Виолентами Со второго скилла Добить Или вырубить Все цели Закинув на них Сайленс Тридон Ну мне кажется Одного хватит Максимально быстрый Свифт и все Не вижу смысла На нем Деспайр Ставить Быстрый свифт Чтоб пугать Врага Он может как Сайленс кинуть Так и просто Посливать атакбар И снять баф Это важно Сехмет И одна не особо Нужна где-то На ГВ на захвате Может редко Выкатывает на РТА Вторая сехмет Вам точно не понадобится Мне так кажется Две бастет У меня две бастет Почему бы и нет Мое мнение Что одна бастет Виолент Для всех случаев жизни И для гидры И для арены И для РТА И для ГВ И для захвата Вторая максимально Быстрый свифт У меня на данный момент К сожалению Одеты две свифт Потому что нету Хорошего виолента На вторую Я тут виолента Дал на хатхор Которую я не юзаю Скорее всего опять переодену Короче бастет Это виолент 160-170 Либо в свифте Плюс 200 скорости Видел наркоманову Одна в свифте 210 скорости А вторая Виоленте 170 Типа под разные Этапы РТА Под разные пачки Ну не знаю 180 в виоленте Мне кажется Для всего хватит Дафнис Ой Дафниса Можно и 2.3 иметь Потому что это очень сильный Ваншоттер На ГВ На захвате На РТА Везде покатит Но единственное Одевается по разному Кто в виолент одевает Кто в деспаер Кто свифт Кто какой-то говно солянку По разному одевают Как хотят Псомафов можно 2 иметь Почему? Потому что 2 псомафов Тоже можно поставить в деф Если у вас там есть Некоторые лд первачи О которых идти речи Сейчас не будет Одного можете одеть В ампире Другого в деспаер Третьего в виолент Я видел в виоленте Псомафа Но я не понимаю Зачем он нужен в виоленте Одень ему Немезис и все Одень ему деспаер Немезис Если вы не откатили То этого и хватит Это если вы откатят Какая разница в виоленте Он будет или нет Ты что хочешь от него Гланцы накидать Очень сильно поможет Нет Поэтому виолент На псомафе Это Херня какая-то полная Даже в ампирике Больше смысла Ганимеда 2 можно Смело 2 можно ганимеда Одного максимально быстрого В свифте И даже в защиту Но зачастую Ганимед одевает Виолент 160-170 И он закатывает везде Поэтому свифт Ганимед Или виолент Ганимед Панда говно Мунлонг Не думаю что вам 2 нужно При условии того Что и 1 сейчас Не особо актуален Да он стоит чуть бы Не у каждого поголовно В дефе Но все равно Персонажи немного Понерфили Второй скилл Поэтому уже не так Уже и крут Этот персонаж Раньше мог снять Чуть бы не все бафы Сейчас максимум Снимет 1 баф И то не факт Фэн-Янь Хоть 10 штук качайте Вы можете каждую Атаку на захвате Проводить через Фэн-Яня Этот персонаж Настолько Самодостаточный Выбледок Что я просто Не могу его сравнить Ни с кем Ну Он как ДД Просто такой Более заходит Да Его можно сравнить По полезности Наверное только с Вусой Вот я их могу поставить Приблизительно на одно место Но они в разной Классификации У них разная Весовая категория Я не называю тебя Толстым поросеночек Мой прости Все 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 Прости Не обижайся Все будет хорошо Так вот Этот персонаж Раскол кидает Наносит хороший урон Отхиливает себя И команду Контратака Что вносит Еще больше ДПС Пассивка Которая там Ускоряет его И он вносит Еще больше ДПС И еще больше урона Она ему настакивает И самое главное Это лидерка Я в нем не вижу Ни одного изъяна Кроме того Что я его ваншотаю Через какую-то калли И прочее Но это уже другая история В атаке-то вы не будете Нападать на какую-то калли Которая стоит в дефе Вряд ли калли ставят в дефе Елена Одна максимума Больше не вижу смысла Амелия Тоже Это не вуса Вуса полезней Чемамелия Но одну штуку Почему бы и нет Раскачать Где-то полезней вуса Где-то будет вам эта Лошадь Да, не подписался на канал Единорог В попец догнал Так что будь любезен Подпишись и поставь лайк Вот прямо сейчас Я жду Посмотри на Рок А потом в описании Ставишь большой пальчик Пишешь коммент Ветреная Тоже бесполезно качать Две штуки Одну одел и все Ну какой смысл Одевать двух по-разному Не улавливаю я фишки Я не замечал Ни у кого по две По три Дианы Я не думаю Что кто-то фанат настолько Что будет ее выкатывать В каждой ГВшке Она не всегда заходит Да, она там кидает агар На себя как баф Держит на себе удар То есть Истинный танк Но две штуки качать Я не вижу смысла Я одной не всегда пользуюсь А вторая Жозефина Качать две У кого-то через крит урон одета У кого-то через хп Но мне кажется Когда ты дошел до уровня Одеть через крит урон То тебе не нужно хпшное Не видел никогда прикола Одевания через крит урон Вижу смысл одеть через крит урон При условии того Что у тебя есть вивачель Вивачель дает ульту Сливает полностью хп Чуть бы не в ноль Но Защиты у цели может быть много И все равно процент хп Остаться тысяч пять-шесть хп Еще и брони там Чуть бы не тысячу И Жозефина с первого скилла Со второго Даже если крит уронет Она не убьет Твоя Жозефина получает ход Потому что вивачель заслипалась Или застанилась Я не помню И Жозефина За счет крит урона Добивает эту цель Луиза Опять же это не вуса Вуса стабильно кидает иммунитет А здесь нужно условия выполнить Здесь только если ты отфулил на полностью цель На фулку хп То только тогда цель получит иммунитет Луиза мне напоминает В бою всегда маму Вот мама мне в детстве говорила А то покушаешь сыночек? Покушаешь, да? Доедай борщику Ешь вот у борщику А мама тебе конфеток купила Мама купила шоколадочку Буш шоколадку? Да, мама, я хочу шоколадку Шоколадку хочу Дай шоколадку Кушай борщику Ну мама, ну я не хочу борщик кушать Я не голодный Борщ, блядь, я тебе сказала кушай Сейчас, блядь, папа приедет Дай тебе пиздюлей, блядь Все, все, все Кушай И все, и ты кушаешь, блядь И нормально Борщик залетает, как детки в школу Вуса зачастую все равно будет круче Други так дня Двоих качать или нет? Не вижу смысла Одного вы когда-то дойдете до уровня Либо Деспайера Максимально дамажного и быстрого Либо Виолента Чтоб он, когда, получается Заюзал свой третий скилл Мог заагрить Кинуть расколы Всякие На себя переагрить Это я уже говорил Если в Виоленте Превращаясь вот в Мишки Гами Вы тут же можете заюзать второй скил И в раскол по броне Еще и за каждый дебаф Вы получаете бонус по атаке Не забывайте, да? Он тут же внесет Очень много урона Просто капец Как много урона В Деспайере тоже есть смысл Вы, во-первых, можете накидать дебафов За счет этого Третьего скилла Не на пасюк Нажимай Третьего скилла Вы закидываете дебафы Вы можете еще и застанить Превратились в Медведя Спокойненько себе стоите Цели в стане После этого пополнили себе Атак Барда И со второго скилла Тут же могли Там после этого добить Или накидать еще дотов Очень хорошо заходит В принципе везде От Таранисов я видел Два варианта Один ДДшный То есть через крит урон А второй максимально Сопортящий Потому что Есть некая мета Одевать Таранисов Поголовно в крит урон И этим пользуются Многие Кто использует Клив Пати Они раз Тараниса Вынесли там Ким-то Люшеном Или еще И просто потом добили А тут хуяк Ты нападаешь на Тараниса У которого 30 кхп в плюсе Еще и фактически Косарь брони И сотка скорости И ты приехал Дружок Уже не убьешь так быстро Да Таранис тебе в ответ Не так много урона наносит Но Он мешает Своей скоростью Своей живучестью Отхилом И воскрешением Два школьника огня Нет вам одного Он один одевается Стандартно Это Полторы тысячи атаки Это 12 тысяч хп На 300 брони Либо хотя бы десятку Собирается 30 скорости Не меньше 25 От 25 скорости При 10 тотеме До 50 скорости Собирается Просто больше Вам уже будет сложно Построить пачку под него Делается 250 300 крит урона И ровно 70 шанс крита Видел одного в виоленте А другой одевается Типа стандартно Это иммунитет Шилд и контратака Либо виолент плюс иммунитет Либо виолент плюс шилд Там уже смотрите сами Но имеется ввиду Первый вариант И второй вариант Но качать второго болверка Я точно бы не стал Два одина качать можно Одного одеть Что-то типа атака КД атака Второго максимально быстрым К примеру Ты кливаешь кого-то там На РТА Либо на арене Либо на ГВ на захвате Ты хочешь очень быстро провести бой И ты не уверен Что он у тебя вообще походит Если у тебя будет там 30 скорости в плюсе Поэтому можно два раскачать Я поюзал демона Расскажу вам кстати Новую инфу По поводу его третьего скилла Как работает его третий скилл Я смотрел видос Шон Би Думаю многие его смотрели И он там огласил И тогда это действительно так работало Когда его понерфили И пофиксили Я не знаю Я не уловил это в патчах Раньше работал как За каждые 10 тысяч урона Он накидывал дот на 2 хода По-моему максимум 3 По-моему Тут я не вспомню Сейчас как он работает Это инфа достоверная Мы проверяли Мы сидели полчаса на стриме Тестили За каждые 25% хп Которые вы снесли От цели Вы наносите дот Объясняю Если у цели 30 К примеру 5000 хп А вы в ней Вы ей нанесли 30 тысяч урона Вы еще оставите 3 дота Ну если у вас там сработал скил Точности хватает И все такое Если у цели 200 тысяч хп А вы нанесете 30 тысяч урона Вы не оставите Ни одного дота Так как вы даже 25% не пробили Поняли да? То есть персонаж Менее полезен Да бурдаба да Менее полезен Теперь для башни Ну на нормале он заходит Я через него нормал проходил Весело да И хард с ним прохожу Ну типа новая игрушка А в пвп он все равно неплох Беллиал Я его не юзал Но видел и прекрасно понимаю Как он работает Два вам нужно или нет Мне кажется Одного достаточно будет Блин у него прям татушка Похожа как у меня Может мы с ним братья Чатик В общем то Два качать я наверное не стал Как и Мефисто Одного более чем достаточно Я не вижу вариаций Одевать их по разному Для разных ситуаций Нет Девочка пукалка Сейчас она загрузится Нужна ли вам она? Вторая Одну пока никто Нигде не нашел Ей применение Везде эти все тесты Они такое знаете Типа Гриба одеть В лучшие комплекты рейджа Он тоже внесет Хороший урон Так и здесь Вот такие тесты Ничего заоблачного Она не делает То есть на данный момент Пока что бесполезный персонаж Огромное спасибо тем Кто слушал эту инфу Надеюсь она для вас Была чем-то полезна Если что забыл оговорить Если у вас иное мнение Вы юзаете Каких-то 2-3 персонажа Тех которых я назвал Что можно и не делать Напишите где вы их юзаете Возможно для себя Я что-то так подчеркну Либо новички Среднячки И все кто смотрит это видео Тоже для себя как-то Прочитают и поймут Что персонаж где-то Будет тоже актуален То есть для себя Воспримут эту инфу Немножко по другому Я лишь оглашал свое мнение Согласны со мной? Ставьте лайк Не согласны? Ставьте дизлайк Пишите комментарий Что было не так Огромное спасибо тем Кто ставит лайки большие Пальчики ваши вверх Приходит на стрим И стримлю каждый день 18 на 0 Также если нужна консультация Чистка рун Доступ к альбому Либо еще что-то Напиши мне вконтакте Напиши мне в ВК Слово прайс Я тебе выдвину Вот такой список Всего того что я делаю Если тебе что-то из этого нужно Бери Заказывай Получай Консультация Через корон Переодевание персонажей Играю на твоем аккаунте Формлю всю ночь Там не знаю Башню могу пройти Формить тебе эссенции Гиганта, дракона, некроманта Все что тебе нужно Буду делать на твоем аккаунте Так как я формлю на 19 аккаунтах ночью Твой аккаунт может быть одним из них Это уже проверено Уже я делаю это почти год И ты будешь одним из тех У кого я поформил Или формлю на данный момент На аккаунте Удачного развития Побольше первачей Поменьше дублей В любом случае Никому не желаю дублей Лучше побольше разнообразия персонажей Ну и напиши в комментарии Какой тебе выпал первач Самый последний Да, твой или первый Или самый последний Первач До встречи в 18.00 Вот здесь На твиче В чатике Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok